Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Moda GD, мой канал о моде и красоте, он также об умном шопинге. Прежде чем я объявлю тему сегодняшнего видео, хочу обратить ваше внимание вот на такой коричневый цвет. Это мой любимый оттенок коричневого, что для аксессуаров, что в общем-то в одежде. Если вам вот такой рыжевато-коричневый не идет, обязательно используйте его в виде аксессуаров, то есть ремни, сумки, обувь смотрится очень-очень хорошо вот в таком цвете. Соответственно, обратите на него внимание, если вам встретится где-то, и эти вещи можно посмотреть также в Mango, в Zara. Вот, кстати, Mango выпускает прекрасные ремни с года в год вот такого цвета, не знаю, кожаные они у них или нет, но присмотритесь к такому цвету. Я уверена, что это хорошая альтернатива черному цвету, либо просто темно-коричневому, если речь идет об аксессуарах. Также хочу обратить ваше внимание, что красные ногти – это всегда та деталь, которая, в общем-то, украшает образ. Я против нюдовых ногтей, потому как нюдовые ногти при ближайшем рассмотрении смотрятся аккуратно и красиво. Но вот если вы хотите добавить своему луку так называемого шика, то, пожалуйста, носите красные ногти, либо темно-вишневые ногти, то есть, в общем-то, тот цвет темно-красный, либо светло-красный, который вам идет, и который видно издалека. На самом деле, издалека видно даже зеленые ногти, но, безусловно, я думаю, вы понимаете, что зеленые ногти – это не вариант, если речь идет о шике, о стиле и, в общем-то, об элегантности красные ногти. Итак, тема сегодняшнего ролика – глина. Мне был задан хороший вопрос, использовала ли я глину, в общем-то, в качестве масок. И хочу сказать, хочу рассказать, в общем-то, да, вам о своем опыте. Глина – прекрасный продукт, глина всегда есть, в общем-то, в моем доме, прежде всего потому, что глину можно пить, но, безусловно, делать это нужно после того, как вы хорошо изучите вопрос, проконсультируйтесь со своим доктором. Я, например, пила глину даже во время третьей беременности, в общем-то, пила ее как альтернативу микроэлементам, возможно, минералам. Сейчас, знаете, я вот не буду утверждать, это все нужно еще раз хорошо прочитать и вспомнить. Но, соответственно, да, глина обладает очень многими именно микроэлементами. Соответственно, она также обладает, как и уголь активированный, способностью, в общем-то, адсорбировать и способностью детоксикации организма. Соответственно, да, я пью глину периодически, я ее замачиваю, но, в общем-то, если вы поинтересуетесь вопросом, вы, безусловно, узнаете, как все это правильно делать. Соответственно, глину я покупаю ту, которая предназначена также для употребления внутрь. И глина бывает, да, для употребления внутрь, и бывает ту, которую пить нельзя. Она, в общем-то, менее очищена, она не так контролируемая, поэтому имейте в виду, будьте очень внимательны. Соответственно, да, я покупаю примерно килограмм глины. Глины этой мне хватает на год. Этой глину я пью, этой глиной я очень часто мою детей. Сейчас объясню, почему. Эту глину, да, я использую в качестве масок. И так все по порядку. А когда я отращивала волосы, да, я использовала глину в качестве маски. Не только для кожи головы, но и для своих волос полностью для длины. И хочу сказать, что этот вариант для славянских волос, для тонких волос, он мне подходит. Глина обладает таким вот удивительным свойством делать волосы очень-очень жесткими. И, соответственно, они вот фактически, как после воска. Вот если вы хоть раз пользовались воском для укладки, то локоны, вот так вот их приподнимите, они вот так вот и будут стоять. А с одной стороны это хорошо. И на самом деле, если вот глину использовать аккуратно, именно вот для того, чтобы добиться этого эффекта, даже на тонких волосах она может работать хорошо. Но для этого нужно, скажем так, ее развести в очень слабой пропорции. Да, вот буквально, буквально на стакан воды я бы взяла пол чайной ложки. Все это хорошо развести, настоять, помыть этим голову. Как мыть этим голову? Вы просто, в общем-то, мочите волосы в этой жидкости. И, соответственно, все это втираете. Механически вы моете голову, а пениться не будет. Все смываете, желательно кондиционер, потому что без кондиционера волосы вообще будут опорщиться. Но все зависит, да, безусловно, от типа волос, от того, насколько они повреждены. Соответственно, чем больше повреждены волосы, чем более они пористы, тем, в общем-то, глина будет иметь вот этот вот эффект, что волосы будут просто стоять, что называется, колом. Соответственно, глина прекрасно работает, как маска для волос, для только прикорневой зоны. Я уверена, что если вы хоть раз сделаете себе такую маску, вы удивитесь, какой у вас будет безумный прикорневой объем. И это прекрасно, на самом деле, этот прикорневой объем. Но хочу сказать, что очень осторожно нужно смывать такую маску. Соответственно, я собираю волосы хвост, и вот буквально подстрою воды, сначала прополаскиваю хорошо кожу головы, чтобы вот стекающая вода с глиной не попала мне на длину. Потому как, повторяюсь, мои волосы начинают некрасиво топорщиться от использования глины. Соответственно, да, глину как маску, именно для кожи головы я практикую сейчас. Я знаю, что кому-то подходит и, в общем-то, для всей длины волос, но мне не подошло. Глину я также часто использую не в качестве маски, хотя так можно делать, у меня просто нет времени. Я просто использую как умывание для лица. И, на самом деле, это очень хороший способ, очень дешевый способ, потому что килограмм глины мне обходится примерно в 10 евро. Все зависит от магазина и от марки. Но, в общем-то, примерно в 10 евро можно купить килограмм хорошей глины, которую можно пить. Соответственно, почему этот способ не очень удобен? Глину нужно постоянно разводить, и глина очень сильно пачкает всю ванну. То есть, если у вас белая душевая кабина, если у вас белая ванна, то вам придется, в общем-то, хорошо и тщательно все потом ополаскивать. Но, повторюсь, результат, на мой взгляд, который вы получите, используя для волос, для кожи головы, очень хорошо обезжиривает, очень хорошо очищает. Если у вас есть проблемы с жирностью головы, кожи головы, то вам решит глина буквально за 10 дней, за несколько применений, за 3-4 применения, эту проблему она вам сможет либо полностью разрешить, либо очень улучшить состояние. Соответственно, можно применять для лица. Это также легкий скраб, потому что глина, она все-таки в таком мукообразном состоянии, она, в общем-то, скрабирует достаточно хорошо. Для всего тела можно применять. Но, на самом деле, применение, да, у глины миллион вариантов. Но, повторюсь, как маску я использую редко, прежде всего потому, что у меня нет времени все это разводить, подержать. Внимание, если вы используете глину для лица, как маску, глину для волос, неважно, для всей длины, либо для прикорневой зоны, глина не должна высыхать у вас на лице. Соответственно, либо вы ее постоянно смачиваете, это удобно делать в ванной, вот когда вы принимаете в ванну, либо, либо вот она буквально 3 минуты у вас побыла на лице, стала сохнуть, вы ее тут же смываете, иначе глина заберет у вас всю влагу из лица. И вы получите не просто, в общем-то, обезжиренную кожу, чего вы, наверное, и хотели бы достичь, вы получите сухую кожу, кожу, которая, возможно, даже начнет шелушиться. Поэтому глина работает буквально за 3 минуты, она работает уже прекрасно. Пожалуйста, если глина начинает сохнуть, и вы, допустим, в ванне, и хотите подержать ее 10 минут, ее нужно постоянно смачивать. Это важно также для применения, в общем-то, так называемых хуптанов, индийских трав, которые очень сильно высушены, так же, как очень сильно высушена глина, чтобы в ней не образовывалась плесень. Соответственно, если она не получает влаги из той воды, которой она была замочена, она начинает брать влагу у нас, в общем-то, из кожи, из волос, куда она нанесена. Я очень часто мою детей своей глиной, я мою им голову глиной, потому как, в общем-то, глина очень хорошо решает проблему неприятного запаха волос, дети очень часто потеют, и, в общем-то, запахи там разные бывают, из сада придут, там бывает и запах кухни. И, соответственно, глина работает прекрасно, как шампунь. Дети прекрасно в ней купаются, потому что я им говорю, что это такая супергрязь, с которой можно покупаться, и они всегда рады. Но хочу сказать, для моего старшего ребенка глина – это просто прекрасный, стайлинговое средство. После того, как он помоется глиной, волосы у него, вот, как я говорю, стоят просто колом, соответственно, не нужен ни гель, ничего, он вот так вот их подставит, пригладит, приукладывает, и все выглядит прекрасно, при том, что у него очень плотные волосы, очень такие тяжелые, их очень много, их на самом деле тяжело удержать даже каким-то хорошим стайлингом. Так вот, глина, глина, когда он моет глиной, в общем-то, решает эту проблему. Волосы потом вот на самом деле стоят колом. Хочу сказать, что волосы также теряют блеск, когда вы используете глину, поэтому тоже, в общем-то, осторожно. Поэтому, в общем-то, вот такое миллионное применение для глины. Я глину очень люблю, она всегда есть в моем доме. И хочу сказать, что глиной также можно чистить зубы. Чистить зубы детям, либо себе прекрасно тоже, в общем-то, глину очищать, прежде всего, потому что она очень хороший абсорбент. Ну, в общем-то, я надеюсь, было это видео вам полезным. Про глину я, безусловно, рекомендую ее использовать, но аккуратно, особенно для волос, для длинных волос. И аккуратно, если глина начинает у вас сохнуть, ее нужно тут же либо смочить, либо, в общем-то, просто смыть. Это была Яна Скворцова. Всем хороших массок, красивой кожи, хороших волос за совершенно вменяемые деньги. Глина, повторюсь, стоит килограмм примерно 10 евро. Хватит вам на год. Пока-пока. Продолжение следует...